Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок! В этом видео с вами я, Пашкевич Анна, и сегодня мы обсуждаем такую тему, как хранение капусты. С чего же необходимо начать хранение капусты? Первое и самое важное это подбор соответствующих семян. Когда мы выбираем капусту, которую будем выращивать в будущий вегетационный период на своем участке, обратите внимание, что для хранения идеально подходят сорта средне-поздних и поздних сроков созревания. Как показывает практика, именно средне-поздние и поздние сорта капусты хранятся вплоть до весны. Что касается сортов среднего срока созревания, то они также пригодны для хранения, но, как правило, их хватает ориентировочно до февраля месяца. Вторая особенность, которую необходимо учитывать при подборе соответствующих семян, это группа лёжкости. Существует четыре группы лёжкости, пожалуйста, подбирайте соответствующую, самую высокую группу лёжкости, которую только удастся найти на пакетиках с семенами. Третья особенность, которую необходимо учитывать при сроке сбора капусты с участка, это погодные условия. Хотя капуста и относится к морозостойким культурам, которые спокойно переносят понижение температуры, но, как показывает практика, даже снижение до минус одного градуса влияет на дальнейшую лёжкость капусты. Чем ниже температура воздуха, чем продолжительнее воздействие мороза на кочаны капусты, тем, соответственно, ниже срок лёжкости наших будущих кочанов. Четвёртая особенность также погодная. Если осень по какой-то причине не характеризуется повышенным количеством влаги в виде дождей, то это будет нам обстоятельство на руку. Если же будет обильное количество осадков, то есть вероятность растрескивания кочанов. По этой причине обязательно ведём инспекцию будущего урожая и, не дожидаясь обильного растрескивания кочанов, удаляем их со своего участка. Если же у нас осень сухая и у вас есть возможность поливать, то обязательно минимум за две недели до уборки капусты прекращаем все поливы. Пятая особенность, которую необходимо учитывать при подготовке капусты к хранению, это то, в каком виде мы её удаляем, мы её выносим с участка. Если мы будем говорить про хранение капусты с кочерыгой, есть такой способ хранения, то тогда аккуратно выкапываем, оставляя плотно прилегающие кроющие листы и после подсушивания относим нашу капусту на хранение. Если же мы выбираем способ хранения без кочерыги, то тогда необходимо оставить 2-3 см, обрубая или обрезая её. Для чего это необходимо? Для того, чтобы предотвратить преждевременное загнивание нашего кочана капусты и для того, чтобы оставить возможность ещё центральную глубинной части кочана капусты взять питание из оставшейся части кочерыги. Поскольку даже после того, как мы срезали нашу капусту и унесли её с участка к месту хранения, в кочане происходят биологические процессы, в том числе трансформация веществ, переход одних веществ в другие вещества, и капусте по возможности необходимо давать уникальную возможность вот это вот питание брать из оставшейся кочерыги. Шестая особенность касается кроющих листов. Когда мы снимаем капусту и готовим её к хранению, то необходимо все отстающие листья удалять, но те, которые плотно прилегают, оставлять на кочане. Не очищать его до так называемого белого состояния, потому что все вот эти вот кроющие листья, так же как и оставшиеся кочерыга, они будут являться источником ещё как минимум двухмесячного дополнительного питания нашего кочана. Седьмым пунктом перейдём непосредственно к хранению капусты. Как я уже сказала ранее, её можно хранить как с кочерыгой, так и без неё. Для чего можно оставлять кочерыгу вместе с кочаном? Например, если вы собираетесь в будущем году получить свои собственные семена, тогда этот способ хранения идеально для этого подходит. На будущий год по весне мы зачистим кочан, высадим кочерыгу и где-то в июне месяце, как правило, капуста выпускает цветочные стрелки и начинает формировать семена. Также способ хранения капусты с использованием кочерыги приемлен для тех случаев, когда хорошо вентилируется помещение, в котором хранится капуста, когда есть возможность подвешивать за эти самые кочерыги её в месте хранения. Способ данного хранения очень приемлем. Если же условия хранения кочанов капусты не отвечают всем требованиям по температуре и по влажности, то тогда, конечно, имеет смысл срезать кочаны, не оставляя на них кочерыги. И самым оптимальным, на мой взгляд, является способ хранения капусты путём заворачивания его в стрейч-плёнку. Перед тем, как завернуть кочаны в стрейч-плёнку, необходимо посушить место среза, то есть ту часть кочерыги, которая остаётся вместе с кочаном, и посушить сам кочан. И только после того, как полностью подсохнет весь кочан с кочерыгой, его можно запаковывать в стрейч-плёнку, но делать это по максимуму плотно, то есть предотвращать лишнее количество кислорода, воздуха, которое будет храниться вместе с кочаном в стрейч-плёнке. Восьмой особенный пункт – это способ хранения капусты. Если есть возможность, то раскладываем капусту в один слой. Вот этой верхней частью кладём кочаны вниз, кочерыгой вверх. Затем по необходимости перестилаем этот слой и продолжаем укладывать следующий слой капусты. То есть не делаем такую навальную кучу для того, чтобы наш урожай хорошо проветривался. Девятая особенность при хранении капусты, конечно, она не очевидна, но я хотела бы её упомянуть. Это то, что всё-таки выращиваете столько капусты, сколько вам позволяют условия хранения её сохранить. Если мы её выращиваем больше, закладываем на хранение больше, чем нам позволяют возможности, то, как правило, большая часть капусты повреждается. Мы её постоянно зачищаем, постоянно куда-то утилизируем. И таким образом её иногда даже проще купить, нежели выращивать, тратить свои силы и средства для того, чтобы потом выбрасывать. Десятый маленький заключительный пункт хранения капусты – это заморозка. Когда мы используем капусту, которую храним, не полностью, а, например, половинку или четвертинку, оставшуюся часть капусты можно спокойно отправлять в морозильную камеру для того, чтобы предотвращать загнивание или высыхание. И поверьте, при её использовании никто не догадается, что до этого она где-то у вас лежала в морозильнике. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь на канале про цветок. Не забывайте про подписки и лайки. До новых встреч. Всего вам доброго.